Всем доброе утро! Посмотрите, какая у нас красота сзади. Сейчас окно открою. Разве это не красота? Я еду, конечно, мне не так красиво, потому что я еду на закат, а там восход. Сегодня 18 сентября. Я выехала самостоятельно проехать через всю Америку с моей Айовы в Калифорнию, город Сакраменто. Так что ехать было написано час, день и один час. 25 часов, конечно, я буду останавливаться, конечно, я буду ночевать. С Божьей помощью доеду. Буду снимать свои остановки, покажу, где я останавливаюсь. Вот. Одной, конечно, будет неудобно. Первый раз это делаю. Муж дома на хозяйстве. Он только приехал с поездки, так что погнали. Так интересно. Давно уже не выезжала рано утром. Ну, домой ехала, конечно, с работы рано утром. Но так интересно, что чем дольше едешь, тем ярче солнце. Я говорю, я как детский сад. Но мне это так приятно, так удивительно, что Бог так создал. Как говорится, все хорошо. Смотрите, какая красота в окошке. Как на картинке. Там еще соя зеленая. Там уже кукуруза у нас желтеет. Поехали дальше. Вы только посмотрите на эти краевиды, как на сказать. На эти виды, краевиды. Короче, на эту природу. Я знаю на украинском, на краевиды. На этот пейзаж, посмотрите. Вот она, настоящая Йоба. Тракторец уже едет на работу. Вот они. Поля, поля. Кукурузка, холмы. Здесь нет гор в Йобе. Но есть холмы. Я еду в сторону Небраски. Впереди меня будет первый штат. Небраска тоже очень длинный. Я не знаю, сколько. Где-то 5 часов, по-моему, по Небраске надо ехать. По-моему, потом идет Вайоминг. И да, я поехала с дома. Проехала полчаса. Сделала первую остановку. Так как надо было сумку переставить. Там зеркало мне окно закрывало сзади. Водичку купила. Минеральная вода. Есть газировка. Но я простую водичку забыла взять с дома. Бутылочки, кофе со мной. Вот. А так. Как говорится, so far, пока я довольная поездкой. Слава Богу. Слушаю радио. Музыку слушаю. Христианский канал. Что-то рассказывают еще. Вот. Американский, конечно. И вот я еду сзади трака, пока нет возможности мне перегнать. Потому что две линии. И дороги озилистые. И машины шмырают туда-сюда. Вот такая красота. А сзади он как. Покажу в стекло. В зеркало. Представляете, какое яркое солнце. А я мужу говорю. Ой, говорю, так плохо. Говорю, вся красота сзади. Он говорит, не-не-не, говорит. Это хорошо. Власть тебе не бьет. Восход солнца. Такая, точно. Ты сейчас бы ехала и щурилась. И спала бы. Глаза бы закрывались. И так рано встала. В пять часов. Так что. Мой муж старый водитель, как говорится. Давно ездил. Он знает, о чем он говорит. А окей. Едем дальше. Видишь, да, ветроки у нас тоже есть. Крутят, вертят. Не могу никак обогнать этот трак. Справа кукуруза, слева кукуруза. Фермер АП по на дороге живут. Чтобы если снег уже выпал, чтобы не так тяжело было выехать. Ну, какое красивое солнце. Хоть вот так едет и все здорово. Снимай. А вот желтенький цветочек. Там желтенький цветочек. Это все. Это, наверное, люцерка, альфа, альфа. Или что это? Короче, для коровок. Вот видите, как сарай завалился. И потом его поубирают. Они уже бывают некоторые сарай. Я не знаю, держат. Это последний. Красивая ферма. Ухоженный домик. Все выкошено. Немножко пасмурно стало. Солнышко еще за облаками. Но тепло обещают сегодня. Едем дальше. Я думаю, что я сейчас перегоню этот тракт. Да, все. Он ушел на правую линию. Вот такие у нас есть линии. Почему раньше не было? А, ну просто не было возможности. Короче, пишется, что медленный трафик идет направо. А тот, который побыстрее проезжает. И видите, все, уже закончилось разделение буквально на гору. Ну потому что сами даже траки или кто там с прицепом, они медленнее. И пока они выйдут на горку, я уже могу 10 раз обогнать все. Вот. Знак желтый справа, что олени тут могут бегать. Так что всегда надо быть осторожным. Просто потому что воевые обычно бывают за угла, как говорится. Спать тяжко. Раз. И уже он перед тобой. Ну все, впереди уже дорога посвободнее. Поехали дальше. Итак, мы чего-то остановились. Наверное, там идут дорожные работы. Вот это вот пасмурно. Так и получилось. Пару капель. Вот. Необманную. Две капли упало на окно. И все. Наверное, какая-то тучка с дождем была. Вот справа пишется, что через 4 майла. Аня, left at four-way stop. А, когда будет этот, не Т-образный, крестообразный перекресток, там будет красный дуб. Макдональдс-то, наверное, какая-то остановка. Красный дуб. Это, кстати, какие-то или радио, или телефонные башни. Мне писалось, что закрыта восьмидесятка, но это еще не восьмидесятка. Ну, то тут, то там делают работы. Не жарко, то они, наверное, с утра. А может, что-то произошло. Какая-то. А может, не произошло. Пишется slow. А, она просто стоит, показывает, что медленно надо ехать. Сейчас она перевернет, и будет написано стоп. То есть, значит, нам будет... Нашей линией будет стоп, мы должны будем стоять. А оттуда будут ехать. Там будет написано slow, медленно ехать. Очень строго, когда идут дороги ремонтные. О, дядьки загорают. Когда ремонтируют дорогу, чтобы ни в коем случае не гоняли. Аккуратненько, потихонечку. Ну, как и везде. Не дай бог, чтобы кого-то сбили. Ага, что-то копает экскаватор. Ковш. Ковш что-то копает. Бывают, укрепляют мосты какие-то. Ростакады. О, это называется, знаете, один работает, десять смотрят. О, что-то роет по бокам. Короче, работа идёт. Вот, что они с правой стороны. Они либо расширяют дорогу, либо укрепляют. Мне кажется, расширяют. Справа видно, что новая дорога. Новый асфальт положен. Я даже не знаю, что это за город. О, Касса де Ора. Везде, в маленьких городах таких, ну, более-менее такие, что живучие города, то везде есть мексиканский ресторан. Вот тут уже КФС. Курочка продаётся. Где-то там должен быть Макдональдс. Видно, очень такой проезжий город, наверное, трафик большой, движение, и потому надо расширять. Вот, получается, справа трактора продаются для фермеров. Пожалуйста. Тут что у нас? Похоже, больница, не больница. А, центр искусства, арт-центр. Ничего себе. Так, красный светофор. Все четыре стороны останавливаются. Мы остановимся и поедем дальше. Не могу не показать. Впереди меня трак. Смотрите. Как будто корова выглядывает. Как будто он везёт корову. А что там корова везёт, я не могу понять. Что-то, наверное, молочное. Прикольно, да? Наклеили такую наклейку. Вот. Вот придумали рекламщики. Итак, я в Небраске. Конечно, не успеваешь, не знаешь, когда тот знак будет. Переехала в Мизури Ривер. Мизури речка. Такой большой-большой был мост. И мы в Небраске. Мы, я и моя машина. Ну что, есть какая-то разница? Я бы не сказала. Те же холмы. Та же кукуруза. Но я скажу, что уже в Небраске, уже два поля я видела собранная кукуруза. Получается, в этой стороне. И то, что я думала, жёлтенькие цветочки цветут, это не жёлтенькие цветочки. Я уже посмотрела дальше. Это уже соя такая, жёлтая. У нас ещё кукуруза зелёная. Есть, конечно, жёлтые, есть качаны уже наклоненные. Но у нас ещё кукурузы. Я не видела, чтобы собирали. И в чём такое отличие Небраски? У них есть здесь поливная система. Они, наверное, поливают, я не знаю, зерно, которое сеется, или что они туда, зиму, я не знаю. Но у них, короче, вот это вот поливалки есть, чего у нас в Айове нет. У нас чисто кукуруза, соя в основном и без полива. А мы едем дальше. Небольшой местный трафик, как я называю. Разогналась, чуть не какалась. Думаю, ну что они там останавливаются? А впереди идут такие, я их называю, луноходы. Но есть ещё больше луноходы. Такие, что, наверное, если бы маленькая машинка, то между колёсами под ними бы проехала. А так, вот такие вот комбайны крупногабаритные. Обычно, если, например, есть места достаточно, и они такие большие, они съезжают на обочину, едут по обочине, и эти машины могут объехать. Обычные. А тут что-то, короче, они такие большие. Ну, это уже называется, настал сезон фермеров. Фермировка, правильно сказать. Они уже гасают по этим дорогам, ездят от поля к полю, от фермы к ферме. И что поделаешь? Надо ехать за ними. Медленно, но уверенно. Я не знаю, слышно или нет, но открыла окно, думаю, пусть свежий воздух зайдёт. Так ещё эти сверчки сверчат. Для них шо ещё? Ночь, чьи утро ранее. В небо летит самолёт. А шо, что такое комбайн идёт? Когда же он свернёт? Непонятно. Вот та вот синяя машина впереди, видите, пикап. Гнал, гнал, нагнал, гнал. Прям с самой Айовы. И тоже остановился, тоже в трафик попал. Посмотрите, у людей пальмы, посаженных в землю, конечно, не посадишь. Они, наверное, на зиму заносят их в гараж. Это вам не Калифорния, это Айова. Так, они, видите, в горшках у них. Я уверена, больше, чем уверена, что они их заносят. А может быть, они их на зиму закрывают? Не знаю, накрывают. Симпатичный домик такой. А мы ещё в трафике. И кукуруза. Короче, мы обогнали это всё движение, такие деловые, буквально перед перекрёстком. И они свернули налево. Ну, широкие. Широкие, вообще, крупногабаритные. Т-образный перекрёсток. Вот, на Спринфилд. Едем налево на Спринфилд. Короче, надо быть аккуратными на дороге. Будьте внимательны за рулём. Зашла на заправку. Спустя три часа первая остановка. Вот гиф-карты продаются, книжечки всякие. Книжечки всякие, кроссворды. Кто почитать, кофе продаётся. Водичка. Пожалуйста, слащий. Лёд такой, что хочешь. Продаётся. Покушать можно, пиццу купить. Но, как говорится, мы ещё не голодные. Всякие тематические футболочки. Вот, два на 30 долларов. Для тракистов в футболке. Кепки всякие, две на 20. Это, наверное, распродажа. Потому что обычно они одна штука 25 или одна штука 30 долларов. А это сейл какой-то, распродажа. Или уценка. Кепка такая, для тракистов, типа американских. Низа черепахи, короче, мультяшные эти. И не только. Какие-то скелеты. Елл стон. Ремни. Кстати, не купила я. Может быть, с Акраменто куплю. Телефон держать. Но у меня нормально на этом. На экране. Короче, на панели держится. Даже можно купить дракона, как в сувенир. Пожалуйста, кому нужно такое? Скелет. Акает. Акрывачка в виде скелета. Короче, страфилки. Машинки. Зарядки. Наушники для тракистов. Навигаторы для тракистов. Ну, что тут за футболки? До 20 долларов пишется. Обычная такая худи. Если тракисту надо... Мамочки, упал. Какая-то нужна рубашка или не только тракисту. 10 долларов, пожалуйста. 10 долларов худи. Станы спортивные. Ну, это такая дорожная одежда. О, 10 долларов жилеточка. Прикольно. А была сколько? 20. Люблю такие жилеточки легкие. Какой тут размер. Large. А, наверное, больших... Ага. Одни large остались. Надо. Одни large остались. О, пожалуйста. Всякие трубочки. Кофты. Вот такие дорожные жилетки, что надо тракистом одевать. Если ты на дорогу выходишь, чтобы ты никого не зацепил, чтобы тебя главное не зацепили. зоны отдыха для них там есть душ. Вот омыватель стекол. Короче, вот такой вот небольшой трак-стап и машины-стап. Фрукты нарезанные свежие. Тут явно есть кухня. Бутербродики. Beauty and косметик. Что тут за футболки? Next and match 7,50 2X мужская одежда. Это большая. Игрушки такие можно купить от сувениры. Вот такая американская еда. мужчина видно русский. Говорит, тадежь это, говорит, тадежь, тадежь. Короче, вот заправка. Вон там для тракистов заехала, надо было выехать. Сейчас сделаю некоторые настройки на телефон, а что-то мне не переходит на компьютерный, на компьютер, на машинный этот, панель, мой навигатор. и поеду дальше. Знаете, как говорят, поздравляем, мы вышли в ноль. Поздравляем, мы вышли на восьмидесятку, резко опустила телефон, потому что оказывается полицейский был. Я думаю, что они все начали тормозить, я себя сейчас телефон вот так удержала, было бы мне весело, наверное. Хорошо, что вовремя сообразила, что они начали. А мне, кстати, вот навигатор вот мой на экране сказал, speed trap ahead, это ловушка на скорость впереди. Значит, он что-то соображает. Значит, оно увидело или как они там делают, я не знаю, или обычно здесь находится, или как этот гугл делает, в общем, что стоит полицейский и ловит на скорость. И вот смотрите, сколько? 890 миль пелякать по 80-ке и ехать мне всего лишь 22 часа 1540 миль. О, Трамп. За Трампа. Ну, я не гоню, у меня 72 майла в час, 73 здесь можно 75. Дорога хорошая. Так, кстати, я так уже звонила, говорила, что кукуруза, говорю, поля, уже скосили, что-то у нас еще, не, может быть, носилась, это может быть просто кормовая кукуруза. Помни, сайлась, сайлась, что за сайлась, а, говорю, сила, сайлась, он говорит, ну да, это можно просто, как носилась, не качанная кукуруза, а такая кормовая, просто, одно ботелье, как говорится, строчки. Я говорю, понятно, ну да, такая кукуруза, должна выспить, некоторые ее, в декабре, в январе, бывают, собирают, стараются до зимы собрать с полей. Все, едем дальше. Если кто-то меня смотрит с Небраски, с Небраска, подъезжаю в город Линкольн, пишется, что следующих шесть экзитов, короче, выходов и входов это будет Линкольн, город Линкольн. Видите, это чуть-чуть за городом живут. Ну, практически такая трасса будет всю дорогу через Небраска. Ни много, ни мало, проехала 4 часа до следующей остановки. В принципе, пол бака еще есть, но решила подзаправиться. Вот, 3.53, наверное, видно, не видно. 3.53 здесь, а последний раз заправлялась 2.79. Я не знаю, какой это город, честно говоря. Ну, короче, надо сейчас ходить в туалет, размять ножки, я не знаю, буду ли я что-то кушать или нет, потому что с дома взяла сыр, орешки и перекусила по дороге. Заходим вот такой. Травел-центр, о, смотрите, казино, пожалуйста. Можно играть. Мы еще в Небраске, видите, Небраска. Да, я живу где-то 5-6 часов, а может больше ехать по этому штату. Штат большой. Заправка называется Синклэр. Вот такая вот. Попкорн продается, мороженое, водичка. Сейчас попытаюсь сходить в туалет. Что тут у нас за туалет? О, на 2 кабинки. довольно таки чистый. Пеленальный столик. Все как надо. Купила вот такой талончик за 10 долларов, билетик. Проскрабила, написано не выигрышный. Не выигрышный, так не выигрышный. Попробуем сейчас. Бывает на заправках, но не на всех заправках. Как в казино, вот такая машинка. Максимум можно выиграть 1145. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. А, вот выбираешь сколько. Доллар 52 доллара. А максимум сколько? 3 доллара. Максимум 3 доллара. Выберем доллар 50. Вот так оно крутится, кнопочка нажимается. и где? О, вот сколько у меня денег. Я положила двадцатку. Вот такой лохотрончик на заправке. О, бонус. И будет еще бонус? Бонус. О, я. Это что будет? Бесплатная игра. фаллау де банана. Короче, я скажу, лохотрон еще тот. Три доллара выиграла, потом еще что-то выиграла, потом, короче, непонятная игра. Я не люблю непонятные игры, но на то она и рассчитана. Обычно казино, когда играешь, ты знаешь, что это за игры, как они играются, или учишь там какую-то новую игру. Так, ну что, заправилась я, ой, е-е-е, по 49 долларов 15 центов. Я каждую свою заправку записываю, чтобы у меня было как бы сама себе учет решила делать, чтобы знать, сколько я потратила денег, сколько заправила. А, адоба, значит, рестораны, рестораны, короче, понятно. О, этот дал мне ресит, чек, а предыдущий, то, что я в Небраске заправлялась, а не дал мне никакой ресит. Ну, ничего, я все равно в блокнотик записываю. Вот так вот, все, поехали дальше. Ножки размяли, в туалет сходили, погнали дальше. Это просто, кстати, был просто экзит по дороге, как едешь по 80-ке, я просто уже вышла, ну, писалась я там, тот такой-то, такой-то экзит, 170-й, экзит, 177-й, и то, и сё, и кофе, ну, короче, думаю, ладно, выйду. Не знаю, может быть, мне надо было на другую заправку поехать. Тут дороговато, может быть, какие цены, 353, я не знаю. В общем, поехали дальше. Здесь вот такая вот Америка, пустыня справа, пустыня слева, ну, как бы травничка, не пустыня, что там ничего не растет, а просто холмы, и я думаю, что, я даже не знаю, обычно, если животные, то животных видно, может быть, они там за холмами находятся, фермера какие-то, вот здесь, пожалуйста, кукуруза находится, но я еще в Небраска, штат Небраска, уже я еду 8 часов, и вот такие у нас пейзажи. Солнышко вышло. Тяжелее, когда с солнцем немножко ехать, потому что сильно ярко в очках, ну, и опять же, чтобы не сильно пасмурно было, короче, чтобы немножко тучки закрывало солнце, так лучше. Немножко трафик рассосался, было, два участка было, дороги, то, что ремонтировали, скорость немножко уменьшалась, а сейчас вот, сзади меня никого нет, и спереди очень далеко. Еще еду, но немножко уже плечи болят. На 8 часах уже начала немножко и в туалет хотеть, и подуставшая, сейчас решила заехать. Думала, было на бизнес в Старбакс, думаю, кофейку попью двойного, но посмотрела еще от выхода еще 11 минут ехать, я думаю, да нету, далеко. Короче, есть такая остановочка Лавс, обычно тракисты здесь останавливаются, ну, и любые машины. Сейчас зайду кофейку выпью, в туалет схожу, тут можно, когда кофе делать, можно, знаете, как бы, кофеин, вот такие вот пачечки, сейчас попробую показать вам, можно просто двойной кофеин, например, бахнуть в тоже кофе, или молоко, чтобы было покрепше. Вот такая, ого, это такая цепочка на руку, браслет такой, для мужчин, о, это что, это открывачка, для пива, и это открывачка, в виде пистолета, мне надо ногтистрих купить, для ногтей, это, видите, небраска, я еще в небраске, еду, 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 я еще в небраске, еще небраска, так, так, а Джонс, тут проседают, фрукты, овощи, электрокистов, очень удобные остановки, в общем, они чуть-чуть отличаются, но в основном, так похожи, друг на друга эти, эти заправки, ой, какие манюньки, маленькая уна, у меня тоже есть такая маленькая уна, манюнька, кубик, рубик, миниатюрные игрушки, так, а что у нас тут по кофе, видите, как крутится сосиска, крутится сосиска, она же постоянно подогрета, она же немножко поджаривается, сосиска в тесте какая-то, и тут вот такие вот мексиканские, сейчас, что тут по кофе у нас, ага, вот, видите, шапсы, вот такой вот кофе, это одна доза кофеина, одна доза кофеина, можно просто, с молочком, с кофем, в кофе можно добавить, экстра, вот они назвали, клиент 18, ваш душ готов, потому что, они, вон, там души, номерок дается водителям, и потом его по номерку вызывают, тоже отдельный отдел, сразу мазутой тут пахнет, все, пахучки, пахучки, опять же, всякие свечи, номерки, короче, все такое, что, шланги, все такое, что, может поломаться в дороге, перчатки, масло, что они уже знают, что, например, тракист будет покупать, одеяло, если надо, вдруг у кого одеяла нету, а холодно, вот тут какой-то, этот, скидка, сейл, 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 я являюсь гарантией, пишется, тут что пишется, ты можешь ехать быстро, но я могу ехать, куда хочу, это типа, и наклеечки, это типа, пишется за этот, за траки, у кого какая машина, какие хочешь наклейки, и кошельки даже, кожаные, короче, вот такой вот, тракстап, и, прямо у нас, туалет, ну, туалет, и вы уже видели, или такая маленькая табличка была, или я моргнула, или солнце в глаз, не знаю, что, но не заметила, как я заехала в Вайоминг, уже писал с Шаен, муж говорил, это на границе с Небраской, и Вайоминг, ну, это, наверное, это, я думаю, что это уже Вайоминг был, вот, я еду, солнце светит, немножко подустала, уже более-менее, такой город, больница уже там была написана, центральная улица, пишется, так что, слава Богу, пелякаю, на той остановке, я была где-то, ну, минут сорок, наверное, я не знаю, тридцать-сорок, короче, надо было немножко от руля отстать, видите, какое небо красивое, это, здесь в Вайоминге очень много индейцев жили, здесь в Вайоминге очень много табунов, коней были диких, сейчас навряд ли дикие есть, смотри, какие новые постройки, но все, едем, еще едем, пока солнце светит, надо ехать, остановилась я еще на одной заправке, уже оставалось 99, Майло въехать на баке, думаю, заправлюсь, вот Синклэр, Синклэр, это такой, дракончик, вот, тракисты тут останавливаются, короче, заправка называется вонючка, стинкер, какая заправка, так все и внутри, короче, ничего я не поела, свое, съела банан и поехала, короче, доехала я до готеля, ой, я не знаю, сколько, сколько я ехала, 12 часов, 13 с половиной, одноэтажный готель, предварительно припарковалась, еще не знаю, есть ли места, надеюсь, есть, потому что уже все, уже темно, глаза вот так вот вылазят, уже ехать куда, уже надо отдыхать, завтра еще 13 часов ехать, короче, покажу вам ее комнату, первый раз в таком отеле, эта комната стоит за ночь 199 долларов, плюс, конечно, еще будет такса, налог, короче, тут до конца, как бы не закрывается, тут если станешь, голяком, тебя будет видно, в общем, я не знаю, почему отопление у них не работает, походу, или они так экономят, вот такую мне дойку дали, он меня провел, показал, короче, комнату, что-то крутил, крутил там, вот стол, здесь такой телевизор, телефон, микроволновка, навряд ли в холодильнике что-то есть, ну да, ты обычно в дорогих отелях, в холодильниках, например, есть напитки какие-то, или алкоголь, или шури, обычные напитки, потом, если ты их использовал, то с тебя потом снимаются, потому что остается твоя карточка, так, здесь у нас идет шампунь, здесь у нас идет кондиционер, здесь обычный лосьон для тела, мыло, кусочек мыла такое, салфетки, не знаю для чего, наверное, для лица, полотенца, это чтобы снять макияж, такая салфеточка, стаканчики, рот полоскать, вот я, живая, тут кофе можно сделать, пакетики стоят, фильтры, нема фильтра, короче, я не буду делать завтрак, здесь с 6 до 9, хотелось бы пораньше выехать, но посмотрим, может быть я быстро перекошу, и поеду, зеркало такое, ванна, два полотенца, там мыло тоже находится, обычно банное мыло, чуть больше, чем мыло для лица, ну, мыло для тела, больше, чем мыло для лица, короче, о, у нас такие в больнице пульты, понятно, ну, хайна немножко нагреется, потому что я собираюсь покупаться, если покупать, будет холодно, выйду, главное выходить, не забыть ключи, вот такой, на первом этаже, короче, он говорит, припаркуйся там, короче, напротив комнаты, припаркуйся, я такая, не, я лучше припаркуюсь там, где я хочу, а я припарковалась впереди отеля, я не знаю, что тут, кто тут, короче, я не собираюсь рисковать, сейчас я выйду до своей машины, что взять свой рюкзак, и покажу вам, елку посадили, даже этикетку не сняли, Black Hills, Spruce, Densata какая-то, в Home Depot купили, ну, так, снимите, вот уже, короче, на улице, видите, ночь темная, это можно зайти, но только, видите, так не зайдешь, а, зайдешь, прикол, написано, использовать ключи от комнаты, конечно, вот этот стоит большой аппарат, айсмекер, который делает лед, можно его использовать, если хочешь льда, я думаю, что там пищали, вы видите, я не знаю, или так всегда было накрыто, или они уже по ходу накрыли, ну, короче, бассейн тут идет, накрытый, indoor, это значит, называется внутри, до 10 часов, до 9.30, он сказал, только что дети купались, короче, бассейн внутри, ну, классно, покупался, не сгорел, ничего, вот тут, как будто улица, как будто не улица, короче, я первый раз такое вижу, тут посредине, как здрасте, ну, тут как будто, как дворик, видите, рэмп для колясок, тут стулья стоят, я не знаю, что тут происходит, вот тут посредине, тоже какой-то пьедестал непонятный, может быть, тут какие-то встречи, а, наверное, встречи, если может быть, или какие-то свадьбы, торжества, закрыли дверки, короче, тематика лошадей, тематика вестерн, дикий запад, компьютеры внизу стоят, можно посидеть, лифт такой, скамеечка, короче, как будто, как будто улица, только, только закрыта улица, вот такой вестибюль, я думаю, что этот шкаф, наверное, закрытый, наверное, книги для, для вида, там завтра будет завтрак, внизу сказали, с шести до девяти, такой, как обычно, яйца жарить, разные узлы, железные, это, заборы, барбит, ваэр, дэд, фэнс, дэвэст, ага, вот это вот, все переплеты, они закрывали, ну, короче, были переплеты, на этот, на диком западе, заборов всяких там, вот седло, настоящее седло, купили, положили, олень, еще не хватало настоящей лошади, но нет, к сожалению, ее нет, вот мотоциклисты впереди, припаркованные, я сейчас посмотрю, если я припарковалась, нормально, то я уже перепарковываться не буду, если я в своей линии, вот тут я сказала, я буду возле фонаря, все, еще и сзади, еще не парковалась, вот тут тоже комнаты впереди, тут, наверное, дорогие комнаты, ну, короче, там есть студия с Икс, но это как уже, как мотель, я была когда-то в таком, там, короче, клопы и шмопы, не, я некрасиво припарковалась, вот видите, короче, за линией заехала, сейчас перепаркуюсь, вот так и закончился мой первый день путешествия, я думаю, вам тоже интересно, ой, трек громкий, я думаю, вам тоже интересно было посмотреть, если вы еще не подписаны, подписывайтесь, все, я сейчас пойду отдыхать, и завтра опять поеду, и доставай läuft. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...